Здравствуйте! В эфире информационная программа Шарейна. В студии работает Айем Жинес. Сегодня в здании университета имени Шакарима прошел коллективный просмотр послания Касым Жумар Кемелевича Тукаева народу Казахстана. Среди гостей были как преподаватели, так и сотрудники Акимата города. Подробности о послании и комментариях к посланию узнаете в материале моей коллеги. Президент сказал, что нужно увеличить количество детских садов и школ. Для обучения детей должны создавать благоприятные условия. Кроме того, он отметил важность изучения и казахского, и русского языков. Я считаю, это правильно. Это является для всех для нас большим этапом, потому что мы с началом учебного года как будто переступаем какой-то рубеж, который был до этого. И нам, конечно, хочется построить планы. И вот сегодня мы слышали о тех планах, которыми с нами поделился президент. И мы понимаем, слушая, насколько скрупулезно продумана вся работа, которая ожидает нас, наше руководство и нас вместе. И насколько есть хорошие возможности всем нам развиваться, нашему обществу развиваться. И это просто замечательно, потому что мы слышим и об экономике, это очень важно. Мы слышим и о развитии регионов, это очень важно. Мы слышим о развитии гражданского общества, это замечательно. Мы слышим о том, что нужно поддерживать образование, развивать образование. И это просто замечательно, потому что мы понимаем, образованные дети будут строить образованные общества. И это нам очень важно. Я как представитель высшей школы понимаю, и мне отрадно слышать о том, что очень много уделяется внимания развитию школьного образования, высшего образования, формированию интеллигенции. Это очень важный момент. Да, экономика – это хорошо, это прогресс и двигатель нашего государства. Но, тем не менее, я считаю, что без основ гуманитарных, без основ, которые закладывает интеллигенция, мы будем строить неполноценное общество. А вот полноценное общество, оно как раз в том, когда человек понимает мировоззренчески, что такое наш мир, что такое наша земля, что такое наша экология и все остальные процессы. Ведь на самом деле, слушая президента, я представляю наше государство как огромный корабль, корабль под флагом Казахстана, который идет верным курсом. Этот курс определяет руководство, определяет правительство, и этот курс правильный. По итогам послания выведено несколько основных пунктов и целей на изменение общей картины структуры страны. Прекратить совмешательство государства в ценообразование. На 2023 год будет подготовлен новый налоговый кодекс. Одним из первых изменений будет налог на роскошь. Он будет взыматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств и не затронет средний класс. Средства, изъятые у коррепционеров, направят на строительство школ. А женщинам снизили пенсионный порог, и теперь он достигает возраста от 61 года. Завершив свою речь, президент добавил, без зелья и саботажа места не будет, мы не свернем с намеченного пути. Это были одни из основных, но не единственных обязательных пунктов главы государства для построения нового Казахстана. В продолжении темы. В медицинском университете Семея также прошли коллективные слушания послания президента Республики Казахстан. В послании особое внимание было уделено развитию сферы здравоохранения и медицинского образования. Сегодня мы заслушали послание президента нашей страны, Касамжамар Кемель Четукаева, народу Казахстана. Конечно, нужно отметить, что это послание является важным стратегическим документом, регламентирующим деятельность всех направлений, всех отраслей нашей страны. Очень отрадно, что в данном послании отражаются многие факторы, способствующие развитию нашей страны, нашей экономики, развитию сельского хозяйства, развитию коммуникации, развитию сельского хозяйства и многие другие направления. Коллектив Семейского медицинского университета и студенческое сообщество с большим энтузиазмом служат послания президента нашей страны, Касымжамар Такимеловича, народу Казахстана. Мы ожидаем больших изменений, касающихся сферы высшего образования, медицины, развития медицинской отрасли в сельской местности. В том числе открытие фельдшерских и кушерских пунктов. Обеспечение их специалистами медицины вызвало очень большую признательность. Ведь развитие сельской медицины – это очень ответственное дело. Жанар Гуль Смаилова отметила, что большое внимание в послании главы государства уделил развитию медицины особенно сельской. Кроме того, увеличится на 70% гранты для резидентуры. Улучшение качества медицинского образования будет эффектом принятых мер, как следствие улучшится в целом и оказание медицинских услуг. Безусловно, больше молодых людей захотят связать свою жизнь с медициной. Эти реформы поступательные и ими занимаются уже определенное время, прокомментировала Жанар Гуль Смаилова. Сегодня по всей школе отворились двери для тех, кто жаждет учения и знаний. В самый первый день в школу пошли миллионы школьников. Одна из школ – двери, которые впервые открыты для школьников – новая школа в поселке Восточный. Данная школа является одной из четырех, открывающихся в рамках национальной программы «Жайла Микте». В школе на 1200 мест состоялось торжественное открытие с участием первого заместителя Акима области Айдена Каримова. Уважаемые земляки, школьники, родители и учителя! Сегодня в каждом регионе страны начинается новый учебный год и отмечается праздник школьников и учителей. В этом году для нашего региона звучит первый звонок в новой школе Нового Казахстана, которая пришла в миссис с созданием области Абай. От всей души поздравляю всех с праздником знаний и открытием нового учебного заведения. Новая школа на 1200 мест полностью оснащена современным оборудованием. Имеются кабинеты новой модификации, оснащенные мастерской для девочек, столярной мастерской, мастерской для металлообработки для мальчиков и ставшими стандартными для школ интерактивными досками. Сегодня очень радостный день для жителей города, в том числе и для жителей поселка Восточный. Сегодня в поселке открылась новая школа на 1200 мест. В этой школе будут обучаться учащиеся школ номер 47, 12, 34 и других близлежащих школ. Как вы видите, эта школа оснащена новейшим современным оборудованием. В школе имеются кабинеты новой модификации, оснащение столовой, спортивным залом, мастерской для девочек, мастерской по обработке дерева, металла. В этой школе созданы все условия для обучения и воспитания детей. И сегодня вы станете свидетелем торжественного открытия этого заведения. В этом учебном году в области Абай функционирует 300. Одна школа в рамках национального проекта «Комфортная школа». Открыто 4 школы, одна из которых на сегодняшний день открыта в поселке Восточный. Обучение будет вестись на двух языках. В этом учебном году в области Абай 10 280 детей переступили порог школы. В том числе в казахских классах более 7 тысяч учащихся, в русских более 3 тысяч. Стоит отметить, что в связи со снижением учебной нагрузки учащихся в текущем учебном году, 29 школ вместо второй смены будут учиться в первую. В новом учебном году в области Абай все школы перешли на стопроцентную пятидневную учебную неделю. Поздравляем всех с Днем Знаний, началом нового учебного года. Желаем крепкого здоровья и дальнейших успехов. На этом наш выпуск новостей подошел к концу. Следите за нами в социальных сетях. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова